МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Классическая постановка в исполнении столичных артистов. Оценить ее можно будет 6 февраля в Культурном центре «Октябрь». Театр юного зрителя Нягани 7 и 8 февраля играет спектакль «История одного города». Пару сезонов назад этот спектакль вошел в лонглист премии «Золотая маска». Он поистине масштабный, красивый и страшный одновременно. Вот что об этом спектакле написала театральный критик из Петербурга. Режиссер знакомит нас с народцем-живучим, как возрожденная из пепла птица-феникс, и глупым, как бегущая без головы птица-курица. Посмотреть готический спектакль можно 7 и 8 февраля в Няганьском тюзе. Выставка «Родовое древо» проходит в Хантамансийске в музее Торума. На протяжении 11 лет музей реализует цикл выставочных проектов. В этот раз он объединил истории 14 семейных родов через архивные документы и фотографии. Проект посвящен дню рождения автономного округа и через судьбы героев выставки представляет широкую палитру фактов, событий и побед отдельно взятой семьи. Культурный центр «Порт» города Сургута 8 февраля приглашает на открытие персональной выставки Нелли Акчуриной. Художница живет в Уфе и создает удивительно теплые и добрые картины. Их героями становятся люди, животные и природа. Помимо этого на выставке будут представлены изделия в технике горячий и холодный батик, ремизное ткачество на станке и горячая эмаль. Гостей мероприятия ждет тематический мастер-класс, а также выступление музыкального проекта под названием «Гарь». 8 февраля Сургутская филармония представит премьеру концертной программы «Баян-пати» в исполнении дуэта баянистов Рината Валеева и Петра Мазурика. Дуэт существует более семи лет. За это время они успели стать чемпионами Кубка мира среди аккордеонистов. В этой концертной программе собраны произведения, которые будут интересны и увлеченному меломану, и тому, кто изредка заглядывает в концертный зал. Артисты порадуют публику музыкой в жанре танго, рок, джаз и авторскими произведениями. Культура в переводе с латинского означает «возделывать». Возделывайте в себе любовь ко всему интересному и культурной вам недели.